Друзья, всем привет! Сегодня хочу показать пару полезных самоделок из разного хлама, которые делаются за пару минут. Самоделки пригодятся тем, кто строится, собирается строиться, в общем, связаны со стройкой. Для первой самоделки возьму пару обрезков дощечек, а затем отторцую их и отрежу по 200 мм. И зашлифую на самодельном шлифовальном станке. Теперь мне нужны пару лезвий от ножа. Пускай они пока полежат, а пока возьму самодельный рейсмус и замерю паз утеплителя из пенополистирола. Сам лист толщиной 50 мм имеет паз в глубину 15 мм, а в толщину 25 мм. После этого повторяю такой же паз с помощью наших дощечек и скручиваю их между собой. Далее беру ножи и прикручиваю, как показано на видео. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Все, самоделка готова. Для чего она нужна? Работая с утеплителем из пенополистирола, я получил куски от целых листов, которые в каких-то местах идеально подходят, но не имеют пазов на местах реза. Потому что мы взяли целый кусок и отрезали нужное, получился ровный спил, без паза. Получается пристыковать к этой стороне другой кусок можно только хорошо запенив этот шов. Да и если другой лист этот паз имеет, то его предварительно нужно срезать. Да и сами пазы ведь не зря придумали, и ситуации вообще бывают разные. Поэтому, как видите, я сделал очень простое и крутое приспособление, которое эти пазы делает за одно мгновение и без усилий. Увидел я подобное на просторах интернета и удивился, почему же я раньше так не сделал. Тут же побежал делать, тестировать и делиться с вами. Вдруг кого-то эта штука тоже удивит. Но это еще не все. Я решил сделать еще одну полезную самоделку из вот такой старой ножовки. Для прямого своего назначения она уже не годится. Ему пилили пеноблоки и зубья стерлись. В застройку у меня накопилось много таких ножовок, я их собирался выкинуть, но решил попробовать им дать вторую жизнь. Для этого делаю на ножовке разметку и отрезаю лишнее. Затем меняю круг на шлифовальный и затачиваю получившийся огрызок до более или менее острого состояния. Затем меняю круг на шлифовальный и затачиваю. Затем я делал на первую самоделку, подумал я. Чаще все-таки работают с мягким утеплителем и знают, что простые строительные ножи для резки утеплителя вроде подходят, но очень быстро тупятся и порой все-таки работать ими неудобно. Поэтому я решил сделать такой нож из ножовки. Давайте проверим, как он работает. Утеплитель пятерку режет с легкостью. Попробую сделать нарезку из него. Полет нормальный и, кстати, работает легко. Нож жестко и удобно сидит в руке. Проверим на утеплителе потолще. Для этого я поехал к другу, который как раз занимается сейчас утеплением дома. Я знаю, что он утепляет в основном десяткой. Проверю, как режет этот нож, а заодно и помогу ему с утеплением. Ну, как видим, нож со своей задачей справляется на ура. Я с уверенностью могу сказать, что штука рабочая, так как я целый день им нарезал утеплитель. И ни капли не устал. Плюс рез получается ровный. А если уж покажется, что нож как-то слабо режет, то всегда его можно поднатащить и работать дальше. А на этом на сегодня все. Надеюсь, кому-то видео окажется полезным. Если это так, то поставьте лайк, ну и оставьте пару слов в комментариях. Может как-то доработать эти самоделки, или есть более крутые способы работы с утеплителем. Пишите. Всем, думаю, будет полезно. Не забывайте подписаться на канал, если еще не подписаны. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Стараюсь сделать что-то простое и полезное. Также в описании, если кому интересно, каким инструментом и оснасткой я пользуюсь, вы найдете ссылки на это в описании под этим видео. Всем спасибо за просмотр. Хорошего вам настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok